Люди, вы все время выясняете отношения, нападаете и защищаетесь, пытаетесь занять чью-то сторону. Почему иное мнение – это всегда повод для возражений, разногласий и споров? Почему вы стараетесь перекричать друг друга, не слыша оппонента? Почему вам так важно доказать свою правоту, самоутвердиться за счет другого, продемонстрировать свой ум и обнаружить чужую глупость? Словно правым окажется тот, кто горластье и крикливее, напористее и наглее. Почему вы устанавливаете границы и возводите стены, но не строите мосты? Почему в других ищете слабые, а не сильные стороны, пороки, а не добродетели, изъяны, а не совершенства? Почему вы замечаете недостатки, а не достоинства? Вы создали мир вражды и недоверия. Вы воюете, сражаетесь, боретесь, бьетесь насмерть. Как сможет выжить такой мир? Как сможете спастись в нем вы? Учитесь принимать, хвалить, восторгаться, поощрять, поддерживать, благодарить, а не только замечать и обличать зло в своих собратьях. Ведь вы причиняете бой своими нападками, насмешками, издевками, своей резкостью, грубостью, хамством, сарказмом, пренебрежением. Вы несете в мир разрушение, упадок, страдания, смерть. Вы помогаете системе уничтожать друг друга словами и поступками. Если вы не начнете пробуждать в себе любовь, ваш мир обречен. Вы сами обрекли его на гибель и себя вместе с ним. Люди, вы находите тысячи поводов для размолвок, распри, раздраев, раздоров, разногласий, а значит, разъединения и ни одной причины для объединения. И при этом непрестанно рассуждаете о единстве света и тьмы, духа и материи, бога и системы. Вы пытаетесь соединить в одно сонный явь, иллюзию и реальность, правду и ложь, разложившийся труп и живую душу, ветхие лохмотья и тело, в которое оно облачено, себя и свои нечистоты. Ваше подлинное единство в свете, в духе, в Боге.